10 июля отмечается один из дней воинской славы России в честь победы в Полтавской битве. Центральная городская библиотека подготовила видеопрезентацию «Полтавская баталия», в которой прозвучит предыстория битвы, краткая информация о ее ходе и участниках, ее историческое значение в судьбе России. Битва под Полтавой – генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией под командованием короля Карла XII. Состоялась она 27 июня, 8 июля по новому стилю, 1709 года в шести верстах от города Полтава. Баталия стала решающей в Северной войне 1700-1721 году. Сама война была вызвана борьбой нескольких держав за господство в Балтийском регионе. При Балтике с древнейших времен Венецкое или Варяжское море, так тогда называлось Балтийское море, входило в серу влияние Руси. Русскому государству принадлежали земли на берегах Финского залива и в устье Невы. Также стоит помнить, что Великое княжество Литовское и Русское изначально были русским государством с полным преобладанием русского населения и русским государственным языком. Первую серьезную попытку вернуть на берега Балтики Россию принял Иван Грозный и проиграл. В процессе развала русского государства и натиска Запада на Восток Россия утратила контроль над Прибалтикой. Швеция стала ведущей державой на Балтике. Территориальные претензии России к Швеции включали прежде всего Ингрию и Карелию, которые были отторгнуты Швеции в смутное время по Столбовскому договору 1617 года, но распространялись и на некоторые земли Ливонии – Нару, Юрьев, Геннабург. По летописям эти земли считали древними отчинами русских государей в XI – начале XIII веков. В ходе войны со Швецией в 1656-58 году была сделана попытка возвратить эти земли, и русским войскам удалось временно оккупировать Ингрию, восточную часть Ливляндии. Были захвачены Неншанц, Нотебург и Динобург, осаждена Рига. Однако возобновление войны с Речью Посполитой вынудило Россию подписать Кардийский мирный договор и вернуть Швеции все завоеванные земли. Новую попытку пробиться к Балтике предпринял царь Петр I. К началу Северной войны единственным портом, обеспечивающим русскому государству торговые отношения с другими европейскими странами, был Архангельс, замерзающий порт на Белом море. Выход к Балтийскому морю был важной экономической задачей России. Момент для начала войны со Швецией к тому времени был благоприятен. В 1700 году закончилась война с Турцией, что развязало руки России. Господство шведов на Балтийском море раздражало не только Россию, но и другие державы Данию, Саксонию, Речь Посполитую, которые имели свои интересы в регионе и хотели потеснить Швецию. В 1699-1700 году Россия, Речь Посполитая, Саксония, кстати, саксонский Курфюрс Август II одновременно был и польским королем. И Дания заключили Северный Союз, направленный против Шведской империи. Первоначально западные союзники планировали использовать русских как пушечное мясо в борьбе со шведами и получить основные плоды общей победы. Русский царь Петр I в последнем присоединился к Северному Союзу после переговоров с Августом II, что было оформлено Преображенским договором. Начало войны было неудачным для Северного Союза. Молодой шведский король Карл XII, моложе Петра I на 10 лет, талантливый полководец, мечтавший о славе Александра Македонского, упредил противника. Первым начал наступление и перехватил стратегическую инициативу. Стоит отметить, что Швеция тогда имела лучшую армию и один из самых сильных флотов в Европе. Карл быстро вывел из войны Данию, шведско-голландско-английская эскадра обстреляла Копенгаген, и шведский десант высадился у датской столицы. Датчане отказались от Союза Саксонии и России и обещали выплатить контрибуцию. Тем временем дружественная русская саксонская армия осаждала Ригу, а русские – Нарву. Саксонский король Август II, узнав о поражении Дании, снял осаду Риги и отступил в Курляндию. Согласно Союзному договору с Августом II, в случае победы над Швецией Россия должна была отойти Ингельминландия, иначе шведская Ингрия, территория, примерно соответствующая нынешней Ленинградской области. На границе между Ингельминландией и Эстландием находился крупный город и самая крупная шведская крепость в регионе – Нарва. Ее необходимо было взять. В конце октября 1700 года русская армия начала регулярный обстрел крепости Нарва. Заряда хватило только на две недели, а эффективность огня оказалась минимальной. Русский обстрел не нанес крепости почти никаких повреждений. Основной причиной провала артиллерийского обстрела были проблемы планирования. Большая часть артиллерии, доставленная к Нарве, была мелкокалибренной и не наносила вида крепостным стенам. Кроме этого, и русский порох, и сами орудия на поверку оказались низкокачественными, что резко снижало эффективность обстрела. Это позволило шведскому королю атаковать русских. В ноябре 1700 года шведская армия, воспользовавшись предательством командования из иностранцев в армии Петра, нанесла решительное поражение русским войскам в битве при Нарве. После этого шведский монарх, недооценивая противника, не стал боевать русских и решил разгромить главного врага, как он считал, саксонского курфюрста и одновременно короля польского Августа II, за которым шведы гонялись по территории Речи Посполитой. Неудача под Нарвой позволила русскому царю провести работу над ошибками. Петр I сокращает число иностранцев в армии, делая ставку на национальные кадры, создает новую регулярную армию, строит флот, развивает военную промышленность. В этот период создается новая регулярная армия, совершенствуется ее организационная структура, система обучения и воспитания, производится новое вооружение. При обновлении артиллерии сокращается количество калибров, их становится только 12. За короткий срок по приказу Петра I создан Петровский пушечно-литейный завод. Было отлито 300 новых орудий. Царь ограничил количество иностранных офицеров в войсках, и они могли составлять лишь третью часть от общей численности офицерского состава части. Теперь русские войска громят шведов под началом Шлиппенбаха, освобождают в 1702 году Древнерусский Орешек, Нтыбург, в 1703 – Невский городок, Неншанс. Все течение реки Нева оказывается в русских руках. Петр основывает Петропавловскую крепость, изначально называвшуюся Санкт-Петербургской. Город Кроншлот и Петербург. На Балтике начинают строить новый флот. Русское государство закрепляется на берегах Балтийского моря. К концу 1703 года русская армия освободила почти всю древнюю Жорскую землю – Ингерманландию. В 1704 году русские освободили древнерусский Юрьев, Герпт, и взяли Нарву. Таким образом, когда армия Карла XII снова повернула на восток, шведы встретили уже совсем другую русскую армию. Теперь она была иной в морально-волевом, организационном и материально-техническом отношениях. Россия пробилась к Балтике, закрепилась там и была готова к новой решительной схватке. Тем временем шведский король покончил с Польшей и Саксонией. Он посадил на польский престол своего ставленника Станислава Лещинского. В 1706 году шведы вторглись в Саксонию. Август II капитулировал, отказался от союза с русскими, от польского престола и платил контрибуцию. Россия осталась без союзников. Карл, расположив свои войска в Саксонии на отдых, стал готовить поход на Россию. Он планировал масштабное вторжение с участием войск Османской империи, Крымского ханства, Польши, казаков Гетмана Мазепы, который вступил на путь предательства. Однако замысел не был реализован. Польша в это время воевать с Россией не хотела. Предательство Мазепы не привело к мощному восстанию казаков на юге России. Кучка предателей старшин, желающих отделиться от русского царства и перейти под руку Швеции или Турции, не смогла поднять народ против русского царства. В декабре 1706 года в белорусском местечке Жолква состоялся совет русской армии. На нем решили генерального сражения со шведами в Польше не принимать, отступать на свою территорию, томить неприятеля, уничтожая на своем пути провиант, фураж, разоряя жилье. В этот период войны хорошо видно, что Петр не был уверен в силах своей армии. Осенью 1707 года Карл XII начал наступление своими силами. Шведские войска в ноябре форсировали Вислу. Александр Меньшиков отступил от Варшавы к реке Нарев. В феврале 1708 года шведы вышли к Гродно, русские войска отошли к Минску. Утомленную тяжелым маршем по бездорожью шведская армия остановилась на отдых. Летом 1708 года шведы начали наступление на Смоленском направлении, нацелившись на Москву. Армию Карла должен был поддержать корпус Левенгаупта, который начал движение из Риги. В начале 1708 года шведы одержали победу при Головчине. Русские отступили за Днеб. Шведы захватили Могилев. Дальнейшее продвижение Карла значительно замедлилось. Русское командование применило тактику выжженной земли. В это время армия кормилась в основном за счет окружающих землей, крестьян, их запасов продовольствия и фуража. Петр приказал сжигать деревни, уничтожать поля, запасы продовольствия, которые нельзя вывезти. Шведской армии пришлось наступать по опустошенной местности. В сентябре 1708 года шведский военный совет принял решение временно отказаться от похода на Москву, так как приближалась зима и шведской армии грозил голод. Шведы приняли решение повернуть на юг, Малороссию, где Гетман Мазепа обещал военную помощь, снабжение и зимние квартиры. Туда же должен был подойти корпус Левенгаупта с артиллерийским парком и припасами. Однако войска Левенгаупта 28 сентября, 9 октября 1708 года потерпели поражение в битве при Лесной и русские захватили запасы шведской армии. На юге ситуация сложилась не так гладко, как обещал Мазепа. Гетман не смог привезти на помощь 50-тысячную армию, а только несколько тысяч казаков. Кроме того, они сомневались в правильности своих действий. Казаки не желали воевать за шведов, и их число постоянно таяло. Кавалерия Александра Меньшикова опередила противника и сглажгла город Батурин, лишив противника складов с припасами. Шведской армии пришлось идти дальше на юг, ослабляя народ грабежами. Зимой 1708 года шведы остановились в районе Ромны, Прилуки и Лубны, а русская армия расположилась восточнее, прикрывая доступы к Белгороду и Курску. Бесчинство шведов вызвало партизанскую войну. Им противостояли не только летучие отряды, направляемые русским командованием, но и местные жители, уничтожая врагов. В ту зиму и шведы, и русские пострадали от необычно суровой зимы. Обычная зима в Малороссии была мягкой, но в 1708 году зима в Европе была суровой. Шведы во время похода сильно поизносились. И кроме того, армия Карла XII была отрезана от своих баз в Прибалтике, крупных городов Польши и Саксонии. Нельзя было пополнить артиллерийский парк, запасы оружия, боеприпасов, амуниции. Таким образом, в Малороссии шведская армия не только не усилилась, а наоборот ослабела. С приходом весны 1709 года Карл XII начал готовить наступление на Москву через Харьков и Курск. Для осуществления этой задачи король решил сосредоточить войска в районе реки Ворсклы и осадить Полтаву, важный опорный пункт левобережной Украины. В случае взятия города создавалась прямая угроза Воронежу, ключевой базе снабжения и формирования русской армии. Карл надеялся, что Петр даст сражение, и шведская армия разгромит русских, и тогда Карл продиктует Петру условия мира. Противник рассчитывал на быструю победу, так как Полтава имела слабые укрепления. Однако гарнизон под началом полковника Александра Степановича Керина оказал героическое сопротивление. Наоборот, у города поднялись все граждане, включая женщин и детей, которые оказывали всю возможную помощь бойцам. Шведы тщетно пытались взять крепость штурмом, не имея осадочной артиллерии и достаточного количества боеприпасов. С апреля по июнь 1709 года русский гарнизон отрасил 20 штурмов и совершил ряд успешных вылазок. В ходе осады потеряли свыше 6000 человек. Шведская армия завязла у Полтавы, что улучшило положение русских. В мае был разбит литовский гетман Ян Сапега, сторонник короля Станислава Лещинского, ставленника Карла. Теперь получить подкрепление из Польши было невозможно. А Меньшиков смог перебросить войска под Полтаву. Единственной надеждой Карла было решительное сражение с армией Петра, к тому времени уже превосходящей в живой силе и артиллерии шведскую армию. В конце мая под Полтаву прибыл с главными силами царь Петр I. После заседания военного совета было решено дать генеральную баталию и сражение наступило. Одновременно с наступлением русской армии должен был сделать вылазку и гарнизон Полтавской крепости. Наступление сорвала природа. Сильные дожди подняли уровень в реке Ворскла. 15 июня, по новому стилю, 26-го, часть русской армии форсировала Ворсклу. Шведы могли атаковать русских во время переправы. Это был удобный момент для удара. Но противник проявил пассивность и позволил всем русским войскам перейти через реку. 19 июня, 30-го, по новому стилю, через реку переправились основные силы русской армии во главе с Петром I. Шведский король не проявил интереса к инженерной подготовке будущего места сражения. Он считал, что русские будут действовать от обороны, а он быстрой и решительной атакой своей пехоты прорвет их линию и нанесет поражение. Кавалерия довершит разгром. Ночью, 22 июня, 3 июля, шведы пошли на очередной штурм Полтавы, но он был отражен с большими для врага потерями. Карлу пришлось оставить отряд у Полтавы для отражения возможной вылазки гарнизона. Русские соорудили укрепленный лагерь вместо переправы, деревни Петровка. 25 июня, 6 июля, лагерь принесли к селению Яковцы. Лагерь защитили шестью редутами. 26 июня, 7 июля, по новому стилю, Петр I приказал возвести еще четыре редута, расположенные перпендикулярно к первым шести. Всего их десять оказалось. В каждом редуте был гарнизон из рода солдат-артиллеристов. Полевые укрепления прикрывали главные силы русской армии. Шведам их нужно было брать, неся потери и теряя время. И в это время основные силы русской армии могли развернуться. Кроме того, прорыв через редуты расстраивал боевые порядки шведской армии. Шведы перед началом сражения насчитывали около 37 тысяч человек. Также им подчинялось 3000 казаков-мазепинцев и 8000 запорожцев. В битве не участвовал отряд, который оставался у Полтавы, и кавалерийские части, которые располагались вдрёх реки Горскслы до впадения в Днепр, охраняя путь к возможному отступлению армии. В результате Карл мог бросить в бой до 25 тысяч человек, но в самом сражении приняло участие около 17 тысяч. Русская армия, по разным оценкам, насчитывала от 50 до 80 тысяч человек при 100 орудиях. В сражении приняло участие 25 тысяч пехоты, но часть была только построена и не принимала участия в битве. Кавалерия насчитывала около 21 тысячи человек, в битве участвовало 9 тысяч, в основном драгуны. Накануне сражения Карл был ранен в ногу оружейной пулей, сам передвигаться не мог, его носили на носилках. 27 июня, 8 июля по новому стилю, 1709 года ночью шведская армия под командованием фельдмаршала Рейншильда, четырьмя колоннами пехоты и шестью колоннами кавалерии, скрытно начала движение к русским позициям. Карл надеялся внезапным ударом сокрушить противника. Шведские войска развернулись в две боевые линии. Первая пехота, вторая конница. В пятом часу утра шведы атаковали редуты. И сходу взяли два из них, недостроенные. Гарнизоны двух других оказали сильное сопротивление. Это был неприятный сюрприз для шведского командования. Они знали только о линии из шести редутов. Шведов контратаковали драгуны под началом Меньшикова и Рене. Шведская кавалерия вышла вперед пехоты и завязала бой с русской конницей. Русская конница отбросила противника и по указанию Петра отошла за редуты. Шведские войска возобновили движение и были встречены с сильным ружейно-пушечным огнем. Из редутов, оторвавшиеся от основных сил во время схватки за редуты шведские правофланговые колонны были разгромлены и добиты драгонами генерала Меньшикова. Около шести часов русская армия построилась в две линии для сражения. Общее руководство осуществлял фельдмаршал Шереметьев. Центром командовал Репнин. Шведская армия, пройдя сквозь линию редутов, построилась в одну боевую линию, чтобы удлинить свой строй. В тылу был слабый резерв. В девять часов началось сражение главных сил. После короткой перестрелки шведы пошли в штыковую атаку. Карл XII был уверен, что его солдаты опрокинут любого противника. Правое крыло шведской армии, где находился шведский монарх, потеснило батальон новгородского пехотного полка. Шведы могли прорвать русскую линию. Петр лично бросил в контратаку 2-й батальон новгородского полка, и русские солдаты отбросили противника, закрыв образовавшийся в первой линии прорыв. В ходе жестокой рукопашной схватки шведская лобовая атака захлебнулась. Русские войска стали теснить противника, охватывая фланги. Шведы дрогнули и побежали, опасаясь окружения. Шведская конница отступила в Волищенский лес. За ней бежала и пехота. Только центр шведской армии во главе с Ливенгауптом и королем пытался прикрыть отход к лагерю. К 11 часам шведы потерпели полное поражение. Разбитые шведы бежали к переправам через Днепр. Русские потери составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Потери шведов свыше 9000 убитых и более 2800 пленных. В числе пленных оказались фельдмаша Реншильд, канцлер Пиппер. Остатки бежавшей с шведской армии 29 июня, по новому 70 июля, вышли в Переволочне, где ворсло падает в Днепр. Из-за отсутствия переправочных средств удалось переправить на другой берег Днепра только короля Карла и Гетмана Мазепу с приближенными и личной охраной. Остальные войска, 16 тысяч человек, во главе с Ливенгауптом сдались в плен. Король Карл XII со свитой бежал во владение Османской империи. Полтавская битва стала статистическим переломом в Северной войне. Русские уничтожили и приняли самую мощную часть шведской армии. Польский король, ставленник Карла XII Станислав Лещинский, бежал из Речи Посполитой. Также был восстановлен и расширен антишведский Северный Союз. В грамоте королевы Великобритании Анны Стюарт, направленной Петру I в августе 1709 года, по отношению к нему впервые употреблен императорский титул. После победы под Полтавой был заключен нештатский мирный договор. Он изменил русско-шведскую границу, ранее закрепленную Столбовским мирным договором 1617 года. Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии, так называемой Старой Финляндии и других территорий. Россия обязалась вернуть Швеции оккупированную ею Финляндию и уплатить денежную компенсацию. Победа в Северной войне выдвинула Россию в число крупнейших европейских государств. Петр I ежегодно в день памяти преподобного Сампсона Стараноприимца, когда состоялась Полтавская битва, праздновал победу в сражении как торжественный день Русского Воскресения. В Полтавской битве посвящены картины Каравака, Мартена-младшего, Кацебу, Мозаика Ломоносова, гравюры и прочее. В честь победы Полтавской битве в Санкт-Петербурге возведен храм-памятник Самсоневский собор. Установлены памятники в Полтаве, в Петергофе. Самсон, разрывающий пасть льва в большом каскаде фонтанов. Пушкин описал ход битвы в поэме Полтава. В 1909 году в Полтаве открыт музей истории Полтавской битвы. Масштабные торжества проводились в честь 200-летия и 300-летия битвы. В том же 1909 году учредена была юбилейная медаль в память 200-летия Полтавской битвы. Сто лет спустя, в 2009 году, Банком России выпущены памятные монеты из серебра, достоинством 3, 25 и 100 рублей. В Российской Федерации день победы Российской армии в Полтавской битве отмечается как день воинской славы и закреплен в законе о днях воинской славы и памятных датах России с 1995 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова